Народ, доброе утро. Вот уже мы поспали и наш рейс снова перенесли с 11 на 14.45. Но с другой стороны, смс пришла где-то в 6, я переставила будильник. Вместо 6.30 мы встали в 8. Тоже как бы неплохо, хотя у Наташи болит голова. Чуть-то болит голова. Ну все, идем на завтрак. Будем показывать вам еду, Мариота. Ох, народ, смотрите, какой бассейн, какой красивый. Водичка. А вон это вот здание такое круглое, до которого мы никак не доберемся в Агудабе. Блинчик. Какой же красивый бассейн. Вот там нет прям... Ага, уже люди прям плавают вообще, молодцы какие. А мы на завтрак идем. Это лифт к бассейну. А ну вот мы и пришли, нам сказали, что ресторан Хаял именно. А ну. Как котик яркий. Да, как котик яркий. Смотрите, на завтрак эти штучки были. Боже, как прекрасно, какие хорошие воспоминания. Ну идем сначала все посмотрим. Но здесь как-то так покруче, покруче будет, чем в котике, по-моему, да? Вот нельзя... Не зря кулечки взяли для карлосанчики. А то чувствую, и будем... Будет задержка джемик. Жалко, джемика, по-моему, нельзя набрать, да? Придется здесь покушать. Ну, пропустит. Не, они не пропустят джем, потому что это жидкость. Боже, какая красота. Арабских хлеб. Вот и таких хлебов вообще. СМС-сэйф. О, всякие такие вот прикольные турецкие штучки. СМС-сэйф. 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 Прямо на шашлычки, смотри, Наташа. Шашлычки такие. СМС-сэйф. СМС-сэйф. Боже мой, как здорово. А что думаете? СМС-сэйф. Всякие соки, я тут, я думаю. А, не болен. Так, и вот в Ариоте. Ну, что здесь у нас такой есть чай. Ананасовый сок. Хелси сок. Не надо его пить, наверное. Потому что он на полосы нет. Вдруг пронесет. Да-да. И оранжев. Конечно, хотелось бы оранжев. А нормальный? Так, ну что, давай дальше. Ёлки-палки. Это очень круто. Это какие-то ушки такие чипсы. А, проун-крекер. Креветочные крекеры. Да, ты можешь подкрывать что-то. Вот, как его, посмотри. Вот это очень странно. Ой, вкуснятина какая. Это овощи жареные с рисом. А это обычная с овощем. Нет, это вермишель. А, вермишель. А, да, вермишель. Отслеживайте. Я думаю, это добавлять. Мальчик делает яичницу. Ну, можно здесь посидеть подольше. Кстати, суп. Чикен. И лакса какой-то. Лакса. Надеюсь, не плакса. Ладно. Самбал. И какие-то яйца. Это не шакшуша вот та вот, что пробовала. Смотри. Нет, это яйца поджаренные. А, фрискут у нас сверху надо класть. Я так поняла. Да, наверное. Это вот смотрите, сколько азиатских добавок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мама дорогая, тут в каждый перец чили, по-моему. Так. Шу-си-фуд. Ёлки-по. Это что-то в Гонконге мульвере, по-моему, похожие такие. А ну здесь, так что дальше его. Я думаю, там добавки просто. Хочешь показать? Давай посмотрим. Что там? Ничего нет. Ну уже все съели. Давай сюда посмотрим. Орешки. Семечки. Тыквы. Еще орешки. Всякие вот эти вот штучки приходят. Таких вот можно с собой взять, кстати. Потому что они сладенькие. Да, и это. И кусочки фруктов. Это надо. Вдруг еще. Да, это надо. Не дай бог, как еще там плоховато в самолете станет. Вон водичку можно брать, да, смотри. Жалко водичку нельзя прорезть с собой в самолет. Сколько мы вчера искали водичку. А это что такое? Это бинцы. Вкусняшечка. Это яйца, вот сразу видно. А это яйца. И вот здесь делают яичнику. А еще там мяско мы прошли. Там целая. Еще милая женщина здесь делает яичнику. Так, сосисочки, как я люблю говорить. Кого-то это, конечно, бесит, но реально сосисочки. Япончик. Наверное, картошечка, да? И помидорчики. Добавки всякие. Не, ну ее, Бариот пока радует. А, я не заметила. Картошечка с утра. Это тоже вкусно. А это кашка, наверное. О, кашка. Боже, мне кашку захотелось. Хотя я не ем. Ну что же, Кашку возьму. Идем дальше еще. Они все еще, да? Все еще. Елки-палки, Бариот, ты крутой, ты крутой. Мы еще прошли один этот. Там было что-то нарезки. Сейчас вернемся к нарезке. Так, что это? Йогурт какой-то обычный. Такие масла, такие масла. Такое похо. О, это рис какой-то, по-моему, там даже такой зеленый карри. Строгий такой был. Тут как дотянуться, если ты хочешь взять. Это что, готовится, наверное? Я не могу понять. Нет, ничего. Это если я хочу взять. Ты еле мне открываешь. Не знаю. Не знаю, что это. Райс хир какой-то. Это индийская, наверное. Это что-то очень вкусное. Индийская еда. А ну, Наталья. Это нут. Ага. Ну, вместе с чем. И там такое же. А, там вот это вот нам не нравилось. По-моему, Алухай. Да? Мне нравилось где? В Геории или в этом? Да. В Джадапе. А вот такие штучки вообще. Крекеры. О, смотри. Манго. Манго. Это манго острое, я так поняла. Вот. Selection of Indian Peoples. Манго острое. Ой, смотри, какие прям. Всякие печенюшки. Это как реклама в нашем компоте, да? Да. Сейчас я медленно показываю. Да, я видела. Убрала камеру от местных женщин, чтобы не было криков, как на пляже или вчера в аэропорту. Это просто варианты хумуса, что ли? Нет, это эти. А, это брынза? Типа брынза, да? Хумус. Хумус. Лимон. Это вкусные баплажанчики, всякий там перчик. Да. Лимон, овощи, которые присылают наручно, если мы заказываем еду онлайн. И маслинки. Ну и плюс всякие добавочки, да? Ох, красота, красота. Ох, это мы уже знаем кибая хамис, вкусная штучка. А это я даже не знаю, что. Господи, даже в этой стране я не знаю, что это. Хотя столько уже в отелях мы перебывали. Дальше вот сюда вот идем, посмотрим. Тут блюда не заканчиваются. Это салатики, правильно. Должно быть много салатиков. Вот это табуле, наверное, Наташ. Кошка, мы табуле готовили. Хорошие видео поставили. Ой, до скина, до скина, да, прикольно. Вот ты такой салат любишь, да, ты говоришь? Обращаем. Обращаем, обращаем. А печенюшки какие стоят? Homemade cookies в домашней работе. Что, еще и можно кушать, да? Трать? Я думала, это тоже бековнее нормально. Не знаю. А, это вот такие пироженки маленькие. Смотри. Баклова типа такого, да? Да. Арина, привет. Что такое? По-моему, все немножко все-таки расстроены, что рейс перенесли. Но сейчас покушаем, уже легче станет. Йогу, что там была манго, да? Арбузик. Абрикос. Абрикос. Беленая дыня. Ой, персики. Яблоки. Апельсины. Киви. Боже. Слива. Апельсины. Абрикос. Красота. Вот это вот, да. Слушайте, этот Мариот, конечно, крупнее. Ты говоришь, мы мясо пропустили? Идем в мясо? Да. А это где скалолазную стеночку напоминает? Такой полез, полез, полез на тренировочку. Да, кстати, ну только немножко руки будут резать. Ага, вот это мы пропустили мясную нарезку. Ну что здесь? Ну нормально, потому что мясо, извини, мне такое. Мясо приличное, да? Оливки. Варианты оливок. Сырочек. О, еще и рыба. О, сальмончик. Ну я не хочу сейчас. Ну смотри, это черный, это зеленый с перцем. Они по-любому разные. О, еще с перцем. Боже, с ума сойти. Это томаты сушеные. Это томаты сушеные. А это каламата, да? Да, слушайте, как вкусно вообще. Так, ну что здесь? Ну что, народ, прокомментируйте просто. Вообще, по-моему, очень неплохо. Так что вот такое. И чтобы знать точно, что вы будете, можно было психологически насладиться, а то вот Наташа утром голова болела. Ладно, наберем еды и приступим, покушаем. Все хорошо. Надеюсь, вы за нас немножко переживаете. Ставите лайки, вы с нами и все. Поехали кушать. Кстати, вот сели мы на таком возмышленном месте красивом. Смотрите, попросили сразу нам эспрессо принести официанту из машины. Они просто вот такие штучки стоят. Оттуда мы не любим. Достаточно в Геворе по пюре. Ну вот, что я взяла. Хочу где-то вот картошечки вкусной. Алла Байя, что я люблю. Или как-то мои нудлсы, рис, оливки каламата, немножко овощей. Сейчас пойду за апельсиновым соком. Сейчас встретили наших девчонок. Как-то люди так с плохим настроением. Там почему-то даже не верятся, что мы улетим. Так что не знаю. Но хоть завтрак немножко скрасит наше настроение, надеюсь. Очень красивый, конечно, интерьер. Но он с Наташей взяла серьезно. И рисик, и яйцо, это острое шакшушу, и креветочную чипсу, и кибеи, и томаты вяленые, и курица, и оливки. А скажи, ты сейчас там нашла место, где суп готовят? Да, там на основе кокосового молока. Тебе там грибы кладут, еще какие-то черные, всякие специи, макароны. То есть еще не только готовят суп, но и яичницу, и все остальное. Очень круто. Короче, сейчас скажу, за апельсиновым соком покушаем чуть-чуть. Возь настроение поднимется. Хотя вот, конечно, да, красиво, красиво. Такая вот вода льется, напоминает лувр, где было много воды. Красиво, но настроение так себе. Надеюсь, вы нас понимаете. Напишите в комментах, чтобы вы просто делали в этой ситуации. Вот, возвращаемся, показываю, где делают суп. Просто вы даете задание. Есть такая вермишель, всякие штучки. Это грибы. Это грибы такие черные. Вот такая вермишель. Просто даете задание, и вам делают суп. Либо на бульонной основе, либо на такой молочной. И вот еще, наверное, это тоже добавляется все-таки. Слушайте, ну, отель, конечно, очень крутой. Кстати, ночь стоит 202 доллара. Вы посмотрели уже. Healthy Juicy от Граната, пожалуйста, я с Наташей. Гранат поискем-то. Вкусный, хоть скажи. Да? Ну, возьму я урон. Ну, что? Наташа пробует яйцо какое-то. Знаете, познакомились с той женщиной, что сидит. Почему-то думала, что она говорит на русском. Она не говорит на русском. Она говорит на английском. Она объяснила нам, что действительно не было капитана, потому что он устал. Там плохо себя чувствовал. Много смен налетал. Она названилась в авиалинии и решили дать ему отдых. Они, в принципе, правы. Мы согласны. Зачем вы так людей загоняете? Это ужасно, да? Хорошо. Так, это остренькое. Яйцо как яйцо, но только обжаренное. Это как какая-то азиатская еда. А можно и вот это? Не можно, а нужно. Да, пробуй все. Это курица какая-то там. Пахнет как... Ну, твердоватая, хорошая курица. Попробуй эту креветку, что я попробовала на эту штучку. Ну, как бы мне просто... Ну, я просто не люблю рыбу, не люблю сильно креветок. Ну, вкусная сама, но начинка рыбья креветочная. Я тоже не люблю. Она даже скорее не креветочная, а рыбная. Ну, я немножечко уже поела. А эти чипсы, наверное, к тому супчику. Мы всем рекомендуем понабирать с собой сухофруктов, потому что мало ли... Чипсы? Чипсы, да. А я еще вот фасольку взяла себе эту вкусную. Я еще хотела салат такие взять, я забыла. Салат нужно взять, да, все-таки покушать хорошо. И потом еще пойдем на сладкое, на фрукты. К сожалению, у нас нету купальников с собой, так что... Так жалко. Да. Так что будем немножечко ждать здесь. Гасите свечи, мы поплаваем так, как есть. Мы сегодня спали голые, а что было делать? Ну а что, в чем спать? Вот так вот, народ, такие приколы у нас. Ну что, друзья, грустить, конечно, можно, но лучше покушать. Взяли такие два простые карусана и такие штучки с вишенкой Наташиной, а моя вот такая звездочка с абрикосой. Дальше я джем взяла, абрикосы, он вкуснейший, конечно, бон маман. Не знаю, или здесь ем, или, может, пропустят самолет. Таких сухофруктов набрали, цукатов, орешков и ананасов. Завернем в салфетку, в самолет с собой. Ну, Наташина тарелочка, она еще кофе пьет. Тоже вот такие два с миндальными, такими начинками, воздушные карусаны. Наташа взяла вафлю, еще вон маман. Понятное дело, что с абрикосом и что-то еще она взяла. Ред черри и красная вишня. Конечно, это все грустно, но лучше все-таки покушать. Наташа что-то взяла, спрашивает у меня, а что это такое? Я не знаю. Какая-то папайя, чай, дыня. Салатом. Но она маринук... То есть ты за сладким пошла, да? Не-не-не, это не салатом пошла. Это в салатах. Ну-ка. То есть все еще не понимаешь, что это, да? Ну вот так народ в Мариотте можно взять и не понять, что это. Очень вкусно. У нас здоровье. Вы здесь надолго, поэтому надо идти и кушать. Баклажан похоже на прожаренную говядинку такую. А ну, не острый? Не опасный. В общем, какой у нас неожиданный утренний энджой, который мы планировали в принципе провести в Кракове. Ну? Рассмеши Бога, да? Расскажи свои планы. Рассмеши Бога, да? Рассмеши Бога. Ну что? Очень вкусно. Так нежно вообще, без нее острое. Все классно. с перчиком питание достойно достойно пятерочки на 202 доллара это сколько там 700 чем-то 743 дирхам и номер это конечно от 100 и 100 еще 16 за 80 или 160 на завтрак нет аналоги народ отельчик 202 доллара стоит а я хлопья захотела с теплым молоком разных накидала скажу разные сейчас покушаю немножко углеводов потом уже приступим поеданию сладости еще покажем кофеек а потом уже там пройдем в номер на помыть голову в бассейн бассейн так мы лишь не можем головой плавать да они разрешат поэтому нет он только показать нам и джинсов нам будет жарко то есть он даже выйти мужа же выйти мне хорошо на давайте выйдем покажем это они главное кофейка выпить а вот о чем мы говорим кстати дает специальную штучку такую можешь себе собрать круассанчики все с собой взять и это все разрешено включено не все влезло вот есть кулечек ты попросила ну да смысле что не ругают за вынос не как в черногории там мужик орал на женщину отбирал не было такое позорище реально позори даже нет позорище женщина взяла пару булочек с тобой просто эти булочки были выкинуты обратно руками в булочницу позвал официанта официант был уже возрасте официант так себе неудобно чувство и он эти взял менеджер увидел позвала и он эти булочки понес я специально затем официантом шла и он эти булочки обратно бросил это то есть женщина брала руками себе все вкладывал а потом коджер руками это к это посмотреть черногория называлась черногория тебе еще расти и расти и водички взяли уже потому что попить попить надо пить надо суме было безвоживания в аэропорт возьмем пустые бутылочки уже благо знаем где набрать воду снова здравствуйте на вкусная свежая плюшечка настроение поднятым да и бог уж таки вылетим пойдем в краков потом домой вкусные латы так официант сначала нам воду решила то ли забрать то ли принести вот и латте ну может похожие слова не знаю в общем всем приятного счастья здоровья продолжайте здесь нашим каналом все расскажем все покажем надеюсь все будет хорошо